Здарова! Сегодня я хочу отправиться на митап, где будут встречаться музыканты и менеджеры. Вот выясню, может быть, что-то новое для себя, потому что менеджеров нихрена нету, и у всех музыкантов есть ощущение, что менеджер, хороший менеджер, может вообще спасти ситуацию и сделать из вас артиста. Вот я и хочу, как бы, понять, так это или не так. Вот смотри, как она выглядит с волосатым визу. Ну, и все. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Настя. Привет. Очень приятно. Проходите все. Проходите. У нас есть трейл здесь. Спасибо. Классный. Классный. Привет. Привет. Ёлочка. Здравствуйте. 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 Какой ли? А можно все? Угу. Хорошо. Наша музыка – это такая музыка на стыке электронной и поп-музыки. В общем, мы пытаемся сделать какое-то такое, на наш взгляд, современное звучание, которое, которое, ну, сейчас в мире широко представлено разными артистами, например, как София, Флюм. Я буду полностью вкладываться в имиджевое, в концептуальное, в промо, в продакшен. Здесь кто-нибудь знает что-нибудь про это? Кто-нибудь может уточнить? Наверное, мы ставим цифровать, посмотреть, протестить. Похоже, надо у вас учиться структурировать. Я думаю, наверное, с минуты надо ставить там ситуацию. С минуты. Самый хороший момент. Просто. Я сразу перейду к цифрам. У меня, как бы, мой фокус – это на Spotify. Я уже набрал около 4 миллионов прослушиваний, то есть за 4 года. Ну, на миллион, на один год. Ну, что, вывод получается примерно такой. Из порядка 30 человек, которые пришли на эту встречу, ну, может быть, чуть поменьше, менеджеров было всего 3 штуки, что, конечно, ни о чем хорошем для нас с вами не говорит. И у этих трех менеджеров уже были артисты, то есть они туда пришли просто пообщаться, а не искать себе музыкантов. Ну, и, в общем, действительно, все музыканты думают о том, что менеджер должен спасти их и помочь сделать их жизнь лучше, убрать от них лишние задачи, да, которые нужно выполнять. Но по факту, судя по всему, это очень сложно достижимая история. И сами менеджеры говорят только одно. Нужно добиваться самим артистам определенного уровня, уже определенных цифр, после которых менеджер сам их найдет. Вот. Ну, честно говоря, тут уже непонятно, соглашаться с этим или не соглашаться. Но то, что музыканту вначале нужно точно быть самому себе менеджером, это точно. Ну, и вообще, по ощущениям, из-за того, что так много сейчас музыкантов, как бы большинству из них точно придется жить без менеджера вообще. Так. Я пришел домой. Я опаздываю на собственный стрим уже второй раз. Единственное, что у меня есть из еды, это банан. Ну, да. Ну, придется жить с бананом, даже кофе не успеваю сварить. С той стороной. Петличка. Теперь надо включить зеленый экран. Ну, ребята, всем привет. Сейчас я немножко донастраиваюсь. Я рад, что я все-таки здесь. И мы друг друга можем тут уже увидеть, услышать. Сегодня у меня план такой. Я с велосипедом должен заехать и забрать провод, который я забыл в Туле от Эблиттен Пуша. Вот. Такое околомузыкальное задание. На улице дует очень сильный ветер. У меня уже два человека предупредили, что не стоит этого делать. Но я решил, что ехать на каком-то транспорте еще более запарно. А велосипед все-таки всегда классно. Поэтому попробуем выполнить эту задачу. Сдует меня ветром или нет. Я уже во дворе чувствую, что да. Плюс у меня на камере новая ветрозащита. Я наклеил заодно и посмотрим, хоть немножко справится она с таким ветром. Конечно, ветер сегодня такой, с которым, наверное, ветрозащита не способна вообще никак совладать. Ну что, поехали? Надо адрес узнать. Яндекс.Карты. Мне нужна Маяковская. Вот куда-то сюда. Блин, а я забыл тоже чар. Какая-нибудь чего подздувает, но ехать можно, если нормально за руль держаться. Самое страшное, это как камера в руке трясется. Мне кажется, она рано или поздно вообще отвалится. А с этой камерой так шутить нельзя, потому что у нее линза прямо открытая, разобьется и все. Точка 1, Арбат. Пока все нормально. Есть шанс, что вы меня вообще не слышите, потому что уже все давно в ветру. Ну, что, едем дальше? На Тверскую. Я знаю, где я там попью кофе, чтобы согреться. Все из-за какого-то гребаного кабеля. Чуть не навернулся сейчас очень жестко на ветру, потому что отпустил руки от руля. Ветер подул, и все. Реально еле удержался еще камеру, хотелось не уронить. В общем, такое себе, знаете, приключение. С фиксом просто даже с одной рукой немножко страшновато. Может выбить руль. В общем, если меня мой внутренний навигатор не обманывает, то я уже близко. Я у станции метро Маяковская. И тут буквально еще проехать с кусок. И я на месте сейчас посмотрю. Сносит просто жесть. Сейчас бы просто туда вот через дорогу махнуть. Надо искать подземный переход. Ладно, постою немного, проверю адрес. Малая Дмитровка, 18. Ну что, я был прав, она рядом. Дело за малым. Погнали. Что тут у нас такое? Новый год, походу. Ну и ладно. Ну и ладно. Вот здесь вот кафе Прогресс, где, видимо, попью кофе. Раньше здесь была студия Тимомина вот рядом с этим зданием. А вообще, это офис Мегафона и Теледва. Финишная прямая. Следующий дом. Наша цель. Дело за малым. Просто... Заправо. Филосипед от ветра решил навернуться. Я снимаю тут микроисторию, ты что, не пугайся. Про то, как я пытаюсь доехать до провода. Ты не охуел тут от ветра? Охуел. Охуел, но мне понравилось. Я бы понял, что да. Некий мазохистский кайф такой. Я надеюсь, он тебе приносил какой-то дополнительный смуг, какие-то фишки. Новый пару лейеров басовых. А ты что, когда собираешься, можно пожарить, когда-нибудь сходить, угощай. Я бы пусть попил. Давай попил. Ты поешь, а я попил. Давай, только вот. Я не знаю, смотри, я обычно... Я надеюсь, ты это вырежешь. Я обычно в столовке прям строил с кайфа. Но там я не знаю, что по кофе. Ну, что, как у тебя дела? Блин, нормально, работаем. Сейчас моя биографическая часть в кайфе. Ну, да, да. Вы красавчики. Мы под впечатлением. Блин, это прекрасно. Я счастлив, что... Мне вот единственное обломное, я вот котировал именно твой сет. Блин, а я простоял его весь на входе. Блин, да, это... Я заметил только, как пиздюки, там, Захар. Я стою, колонку держу, потому что она, блядь, вот так вот шатается. Да, 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 я видел эту тему. Ну, и он красавчик тоже оставил нам отпечаток протектора своего на бухере. Ты с пиздюками, там, как рок-звезда. Ну, все, нормально, нормально. То, что ты держал колонку, мне напомнило, очень давно была вечеринка, когда привозили... Когда трэп только появлялся, и привозили... Что, как-нибудь, Лострадаму себе, типа, привозили? Узи был такой. А, Узи, да. А, Узи, да. Вот, типа, Узи привозили в родню, и я играл в нее на разогреве. И когда я играл, все было нормально, а когда стал Узи, громкость стала, мне кажется, в четыре раза громче. И, короче, колонки держали там восьмером. Да, есть такая вот проблема. Хедленеров берут и в мастер, блядь, выставляют, вот что мне говорили. Кстати, вас в этом тоже не упрекнешь, все было хорошо. Да? Даже наоборот, я подходил, там делал. Ага. Ну, я стараюсь, потому что тоже погореть. Вот здесь можешь где-нибудь чем-то подпустили? Давай еще попробуем. А вот столб есть. Мультитаски с обрабатываете, а ты хочешь. Если только проверишь, загорелась сзади лампочка, а то... А, все такое. Слушай, а ты же и на патте у нас там снимал. С контентиком чуть-чуть. У меня выйдет вложик оттуда прям полноценный. Но на самом деле на патте у меня эта камера... Ну, я так понимаю, на экшен же это да? Да, на вечернем очень херово снимает. Ну, нужно прям что-нибудь плохое совсем с планшетом. В чем же секрет звука? Когда Ебашево наступает? Сайдчейм, сайдкейм, что ли? Бля, на самом деле, ты знаешь... Это не один ответ. У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что... Ты же себя там обозреваешь. Сам хочу, чтобы мне кто-то рассказал, если честно. Я разу шепочку не заметил, совершенно. Да. Ну, оно так... Ну, хорошо, что я втулю, нет? Да там у вас все нормально, мне кажется. Например, недавно вышел альбом у Ма Пилар, есть такой чувак. Это русский тоже. Ну, это типа такой бэйс-странный, типа, такой переебаный весь. Главное, алло. Потом, ну, есть Боб. Боба я реально считаю, что он шикарный чувак. Бля, да, это прям наше представительство в грандбэйс-сене. Это прям серьезно, в общем. И, как неудивительно, но очень много прикольных чуваков каких-то неизвестных. Вообще-то не удивлюсь, что я сделал. Чтоб вы понимали, какой тут ветер. Понятия не имею вообще, что там запишется. В общем, суть в том, что провод я забрал. Пюрешки с котлеткой я поел. Все классно, блин, велик еле держу. Люди, блин, держатся за одежду, пытаясь сделать так, чтобы она не улетела. Вот мой драгоценный провод, ребята. Цель достигнута, осталось только вернуться домой. И еще кофейка где-нибудь захватить. Ну, кстати, да, я провалил свой план с кофе, получается. Кофе буду восстанавливать попозже тогда. Кофейный баланс. В горку, блядь. В горку. Свет, ура. Один поворот остался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый главный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok